Гуманитарные организации заявляют, что мир забыл о Йемене, которая уже два года находится в состоянии гражданской войны. Жители мексиканских штатов Пуэбло и Веракруз восстанавливаются после оползней. 40 человек погибло, тысячи лишились крова. Китайский экспорт и импорт в июле сократились больше, чем ожидалось. Это свидетельствует о дальнейшем ослаблении мирового спроса и связанном с решением Великобритании выйти из ЕС. В Японии состоялась церемония, посвященная памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки. Трагедия произошла ровно 71 год назад. Авиакомпания «Дельта» постепенно восстанавливает работу в аэропортах США после сбоя в своей компьютерной системе. Он произошел из-за отключения электричества в городе Атлантия и привел к отмене сотен рейсов. Йемен охвачен гуманитарным кризисом и масштаб его огромен. Об этом заявляет Норвежский совет по делам беженцев НРС. Страна находится в состоянии гражданской войны с августа 2014-го. А в марте прошлого года во внутренний конфликт вмешались арабские страны во главе с Саудовской Аравии. «Мир забыл, что кризис в Йемене продолжается, и это длится уже 500 дней». По данным НРС, в гуманитарной помощи нуждаются более 21 миллиона йеменцев. Это примерно 80% населения. Из них 14 миллионов человек сталкиваются с нехваткой продовольствия. Два миллиона жителей были вынуждены покинуть свои дома. «С экономической точки зрения, йеменцы действительно пострадали в последнее время. И я боюсь, что худшее ещё впереди. Те небольшие сбережения, что у нас были, едва ли помогут. Наша дальнейшая судьба неизвестна». «Наши институты закрыли. Наши компании обанкротились. Жизнь резко ухудшилась во всех аспектах. Йеменцы с трудом выживают, потому что нет предметов первой необходимости. Мы едва сводим концы с концами». Кроме того, в стране рушится система здравоохранения. Раньше Йемен полагался на помощь иностранных врачей, но разгоревшийся военный конфликт заставил их уехать. Также в страну перестали импортировать медикаменты. При этом у гуманитарных организаций возникают сложности с доставкой помощи. В некоторые регионы трудно добраться, а в некоторых случаях мешает бюрократия. И ещё одна проблема – это отсутствие финансирования. «Ранее ООН призвала выделить 1,8 миллиарда долларов. На данный момент поступила только четверть этой суммы». Сотрудники гуманитарной организации призывают мировых лидеров выделить средства на помощь йеменцам. По данным ООН, в ходе вооружённого конфликта в Йемене были убиты 6400 человек. Половина из них – мирные жители. В минувшие выходные в Кувейте начались мирные переговоры по Йемену при поддержке ООН. Однако повстанцы Хуситы и правительственные силы не смогли прийти к соглашению. Представители Норвежского совета по делам беженцев говорят, конфликт в Йемене не утихает, и гуманитарные организации не могут обеспечить йеменцев даже самым необходимым. Тысячи мексиканцев продолжают оставаться во временных убежищах после того, как их дома были разрушены сильнейшими оползнями. Стихия ударила по западным штатам Пуэбло и Веракрус. Не менее 40 человек погибли. Этот житель Пуэбло потерял шестерых родственников, включая двух дочерей. «Мы с женой пытались выбраться, но не могли. Мы хотели перенести девочек, потому что они были все мокрые. Но мы не смогли. Свет погас. Мы не знаем, что ударило по дому. Дом пополз вниз, и я чувствовал, что несу грязь. Я был весь в грязи. Я сказал, «Боже, если это твоя воля, я останусь здесь. Если же нет…» Ливни принёс тропический шторм Эрл, который перед этим ударил по Белизу. Сколько человек пропало без вести, пока уточняется. На помощь пострадавшим направили военных. «Я очень солидарен с семьями, которые, к сожалению, потеряли любимых. Это произошло в разных частях страны из-за сильных дождей». Власти обещают сделать всё от них зависящее, чтобы люди скорее вернулись к нормальной жизни. Они также благодарят волонтёров, которые помогают в эвакуационных центрах. «От имени президента Мексики хочу поблагодарить вас. Вы помогаете во временном убежище. Очень важно, чтобы люди чувствовали себя спокойно и в безопасности во время этого чрезвычайного положения. Затем мы начнём работы по восстановлению, сделаем всё, что должны». Тем временем на Мексику надвигается ещё один тропический шторм – Хавьер. Скорость ветра близка к урагану. Хавьер угрожает западному побережью страны и южной Калифорнии. Брексит сказался и на экономике Китая – таковы данные недавних исследований. В июле объём импорта в КНР сократился на 12,5% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Это самое большое снижение с февраля этого года. Это также показатель того, что китайский внутренний спрос слабеет, несмотря на целый ряд мер по стимулированию экономического роста. Экспорт товаров из КНР в июле уменьшился на 4,4% по сравнению с аналогичным месяцем 2015. При этом, как ожидают власти, ситуация начнёт восстанавливаться в октябре. Положительный торговый баланс Китая в июле составил 52 миллиарда 310 миллионов долларов. Это самый высокий показатель с января. Для сравнения, в июне он достиг 48 миллиардов 110 миллионов. Китайский импорт сокращается на протяжении 21 месяца, а экспорт – на протяжении 12 месяцев подряд. Это привело к рекордному снижению темпов экономического роста. Во втором квартале этого года он был самым медленным за 25 лет. Экономисты, опрошенные информагентством Reuters, ожидают, что торговля в КНР будет оставаться слабой, но продемонстрируют некоторые признаки восстановления. Это станет результатом того, что на фабрике поступает больше заказов перед горячим торговым сезоном в декабре. Кроме того, Китай продолжает бить рекорды по экспорту стали и нефтепродуктов. Недавно в связи с этим Пекин попал под шквал критики со стороны своих торговых партнёров. Они обвинили его в демпинге цен на мировом рынке за счёт перепроизводства. «Я думаю, это признак того, что слабеет мировая экономика. А также внутренняя китайская экономика не такая сильная, какой должна быть. Теперь мы должны понять, что произойдёт дальше». Китайский экспорт в Европу в июле немного стабилизировался по сравнению с месяцем ранее. Однако экономисты по-прежнему уверены, что в ближайшие месяцы Brexit будет оказывать негативное влияние на эти поставки. В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Нагасаки. Трагедия произошла 9 августа 1945-го, ровно 71 год назад. Тремя днями ранее атомная бомба была сброшена на Хиросиму. Церемония по традиции состоялась в Мемориальном парке мира в Нагасаки. Собравшиеся почтили память жертв ядерной атаки минутой молчания. Премьер-министр страны возложил венок и выступил с речью. «Наша страна единственная пережила боевое применение ядерного оружия. Я буду решительно отстаивать позицию его нераспространения. Эту позицию необходимо поддерживать и укреплять». Глава муниципального собрания Нагасаки считает, что мировые лидеры должны посетить японские города, пережившие атомные бомбардировки. По его мнению, только так они увидят ужасающие последствия применения этого оружия. «С чувством ответственности я буду и впредь призывать лидеров стран посетить места атомных бомбардировок и рассказывать им о реальных последствиях взрывов». Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки осуществили вооружённые силы США. Так они хотели ускорить капитуляцию Японии на завершающем этапе Второй мировой войны. Эти атаки стали причиной гибели от 90 до 166 тысяч человек в Хиросиме и от 60 до 80 тысяч человек в Нагасаки. Многие погибли сразу во время взрыва. Потом люди стали умирать от радиационного облучения и других последствий бомбардировок. Умирают и по сей день. Очереди стали меньше, а пассажиры начали прибывать в терминал авиакомпании Delta Airlines в Нью-Йоркский аэропорт Лагуардиа. Ранее в понедельник авиаперевозчик Delta с главным офисом в Атланте был вынужден отменить около тысячи рейсов по всему миру. Ещё несколько сотен были задержаны. Это произошло из-за сбоя в компьютерной системе компании, которая является второй по объёму пассажиропотоков США. Неполадки были вызваны отключением электричества в Атланте. Электроэнергетическая компания Georgia Power сообщила, что из строя частично вышло оборудование Delta, что привело к тому, что компьютерная система перевозчика была обесточена. Пассажирам Delta, которые приобрели билеты на вылеты в период с 8 по 12 августа, сообщили, что им возместят стоимость перелёта в случае отмены или значительной задержки рейса. Кроме того, им пообещали ваучеры на сумму в 200 долларов США, которые можно будет потратить на приобретение билетов на рейсы Delta в любом направлении. Во вторник утром ожидаются дальнейшие отмены и задержки, однако компания постепенно возвращается к нормальному режиму работы. Пассажиры не могут поверить, что такая крупная авиакомпания могла отменить столько рейсов просто из-за отключения света. «Сейчас мы просто ждём. Наш координатор пытается узнать, сможем ли мы вылететь раньше. Мы опаздываем на стыковочный рейс. И я не уверена, что у них есть более поздние рейсы до Гаити». «Многие из нас просто ждут, общаются. Хорошо, что здесь нас аж 15 человек. Мы можем коротать время вместе. Но, конечно, мы с нетерпением ждём, когда всё закончится». «Никогда с подобным не сталкивалась. Обычно с рейсами всё хорошо. До Рочестера лететь 35 минут, другими путями добраться туда сложно. Кроме того, это мой первый день на новой работе, и я уже опаздываю. Неприятно, но что поделать». Дельта – не единственная авиакомпания, которая в последние годы столкнулась с масштабными сбоями в компьютерной системе. Так, в сентябре прошлого года компания American Airlines была вынуждена задержать рейсы из трёх аэропортов после технического сбоя.